Можно простить, но забывать нельзя. 27 января во всем мире считается днем памяти жертв Холокоста. Он приурочен к дате освобождения советской армии узников нацистского лагеря смерти Освенцим. За время существования этого концлагеря в нем погибло по разным оценкам от полутора до двух с половиной миллионов человек. Общее число жертв Холокоста точно подсчитать нельзя. Примерная цифра шокирует – 6 миллионов человек. Величайшей жестокости 20 века посвятили мемориальный вечер в Ивановском доме национальностей. Организатором вечера памяти не случайно выступила школа номер 18. Наша школа необычная. В нашей школе обучаются ребята 23 национальностей разного вероисповедания. Поэтому мы довольно много времени уделяем вопросам воспитания и социализации ребят. Сегодня мы хотим провести мемориальный вечер в памяти жертв Холокоста, где погибли не только взрослые, но и дети. В зале десятки ивановских старшеклассников, а со сцены им рассказывают о том, что в мирное время представить очень сложно, как один народ истреблял другой, не разделяя на взрослых и детей. С тех пор прошел не один десяток лет, но эту черную страницу истории не спешат перелистывать. Почему? Школьники, несмотря на юный возраст, понимают. На самом деле о Холокосте я знаю очень многое, потому что я сам являюсь евреем и изучал историю. Это очень трагические события всего нашего народа. Я считаю, что это ужасно. Даже очень тяжело об этом говорить. Я считаю, что помнить об этом обязательно, ведь надо воспитывать в будущих поколениях моральные нормы, и никогда не стоит забывать про такие ужасные события. Помнить о Холокосте важно не только нациям, пережившим насилие, но и всем остальным, что подтверждает тот факт, что инициатива учредить Международный день памяти жертв Холокоста принадлежала сразу пяти странам, а поддержали ее еще 90 государств. Ведь только гласность и память о тех страшных событиях могут послужить гарантией, что подобного больше в истории человечества не произойдет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.